Доброе утречко! Смотри, как он у нас видит из окна. Вау, а что это? Какая-то площадка. Катюш, ты расскажи, как тебе спалось. Ужасно. Мне тоже. Это было... Просто омерзительно. Как можно положить три подушки, блядь? Ну, положить хотя бы две. Зачем три? Мне пришлось все свои вещи под подушку прятать, чтобы поднять как-то уровень. Это было ужасно. Смотри, какая у меня штука есть. Здесь разные отделы, и все закрывается, и очень удобно путешествовать с ним. Да! Да? Я становлюсь мужчиной. Офигеть. В общем, сейчас мы выезжаем в Амаху, в Небраску, встречаться с подписчиком. Он, наверное, зазвонился уже, нервничает. А я не отвечаю, потому что мы проспали, мы долго спали сегодня. И телефон у меня сдохший, то есть он не может никак связаться. Но мы к тебе едем, Саша Александр. Гей для волос обязательно. Так вот, вот, закрываешь. Далее идет у нас шампунь-кондиционер. Сюда. Бабах, бабах. И все, смотрите. Ты уверен, что ты не гей? А? Что, реально гей такое делают? Ну, мне нравится. Удобно. Потому что у меня все в портфеле всегда разбросано. Зубную щетку пока найдешь. Это туда. Зачем? Вот. Упакован. Ну да, наверное, пидор. Ну и что? Бухло я оставляю после вчерашнего. Все здесь. Я больше ничего вчера не пил. Я выливать ничего не буду. Может, работники выпьют. Я так плохо выгляжу, Катя. Глаза красные, лицо зеленое. Лицо зеленое. Пиздец, мне страшно за себя. Катя, мы с тобой не останавливаемся в мотеле. Рейт уже, да? И теперь, конно ладжи, а где мы вообще будем останавливать? Все меньше и меньше отелей. Под мостом. В машине спать. Ребят, была реально ужасная ночь. Мы выселились из отеля, как вы можете наблюдать. Сейчас жду, пока телефон включится. Потому что без навигации я вообще не могу ехать. Потому что здесь непонятно куда. За 70 долларов не дать две кровати с подушками нормально. Это редкость. Это вообще нонсенс. У меня бак еще не пустой. Но пока мы ждем телефон, сразу здесь заправка. Надо поехать, это заправиться. Чтобы потом не ебаться, да? Угу. Что-то телефон у меня долго включается из машины, пипец. О, аутрайзинг. А, карвош, пошли вы нахуй со своим карвошем. No. Ресипт, yes. Я же подписчикам должен показывать, сколько мы тратим на бензин. Тупые, блядь. Ремуф на зуб. Мы заправляемся самым дорогим. Потому что мы охуенный, ребята. 89, Димон. А, извините. А что, ну вот так вот. Тут даже 93 нету. А, а что нажимать-то будет? Прикольно. О, надо поднять. Ну, я думаю, здесь чуть-чуть дешевле, чем в Иллинойсе. 2 доллара 70 за 4 литра. Так это 91. Так это самый лучший премиум. У нас должен быть 93. Здесь нет 93? Нет. Уверен. А Йоу они перестают удивлять. Да. Здесь заправиться, наверное, на баксов 15. Нам сейчас нужно решить, где. А, как холодно. Я стою вот так. Мне нормально. Я не мог сегодня проснуться. Расскажи, сколько тебя будило сегодня. Да. После Бухгалова. Мы долго ругались, кто будет звонить, чтобы лейт-чекаус сделать. Кстати, меня, я не помню, кто этому меня научил. Если ты в отеле, ты можешь позвонить и сказать, а вон лейт-чекаус, об этом никто не говорит. Ну, тебе не обязательно выселяться в 11. Некоторые отели предоставляют 12, час. Да, некоторые платно, некоторые бесплатно. Да, то есть позвоните и спросите. Ну, максимум там 15 будет стоить. Ну, это помогает, когда ты, блядь. Да, дурак. Дурак. Это спасает. Так, сколько у нас денег? Вон, 20. 20 баксов? Ничего себе, блядь. До национального парка Еллустоуна нам осталось 16 часов. Мы едем по этой дороге. А сколько миль? Так, сейчас. 1057 миль нам осталось. Посмотрим, сколько сегодня проедем. То есть 1057, запомни. Что? Кстати, это не первая машина такая. Мы уже видели, наверное, еще 10. Они через 3, наверное, каждая третья такая. Просто грязь. Фу. Мы сейчас остановились в ресторан. Идем в Кракен Барл. Мы кушали где в Теннесси? И где мы ездили? Я не помню. Где-то модели были. В Теннесси. Потому что мы проезжали из-за Флориды. Сейчас сделаем такой мини-обзор нашего ресторанчика. Он в кантри-стиле. То есть старинная Америка. Вот такой вот у него логотип. Кракер Барл. Здесь идет магазин и ресторан одновременно. Outcountry Store. Здесь все-все старинное. И вот это аппарат. Это для чего? Как думаешь? Для птичек? Я даже не знаю, что. Но это для сортировки чего-то. Да, это все старая, Катя. Посмотри, какие они ржавые. Ты думаешь, это фейк что ли? 67-й год. Боже. 68-го года. Ладно, идемте дальше. Вон, видишь, какие-то бочки стоят, непонятная хуйня. Стулья, качалки. Чистая миликосовская. Ух ты. Мне кажется, здесь муку мелят. Для муки? Это что такое? Шашки. Где? Ага, шашки старинные. Может поиграть? Ну как бы да. Но мы сегодня кушать идем вроде. Это такой странный аккельный магазин. Ты посмотри на потолке, что висит. Что заметил? А велосипед повесили. Ребята, я вам сейчас покажу газировку. Я на то, что полосы сделан на стене. Это пиздец. Я фанат газировки. Пойдем. А, это Кирилл, да? Да, такие тяжелые. Килограмм 5. Чугунная? Это с чего? Вообще нельзя поднять. Бля, вот странно. Я думала, круто блинчики делать на такой, но я ее не подниму тупо. А ты с чего? Какие-то ебануть по голове-то? Да. Мне кажется, старину в такой готовили. Вот ты придешь поздно домой, я тебя сковородкой. Не-не-не. Так, давайте я вам покажу газировку. У нас в Агайо вообще такого нету. Вы гляньте. Кикапу джуз какой-то. Ну, краш есть, ладно. Бигред есть. То есть, у нас в магазин зайдешь, вообще этого ничего нету. Да, это какой-то. Такие вот газировки. Вы хоть что-то узнаете? Катя, можно я возьму штук пять на обзор? Да. Спасибо. Ну, после ресторана. После. Здесь написано, что можно четыре делать для себя. Кастом, короче. Ну, возьму кикапу. Никогда не пил. А потом какой-то дракон, блядь, возьму. Вообще все надо взять, поход. Это можно вещи кидать в шкаф, чтобы пахло вкусно. Понюхай. Надо побольше таких взять. Охеренно. Вау. Ну, будем смотреть, выбирать магазин охереннейший. Так, мы уже в ресторане, нас посадили. Я тут написал, Лана, я видосы снимаю, три коммента после моего получат привет в видеочерк. Итак, в видео у вас попадает Степан Крадсов, Е, Кори Зекс, Алкаш, Ёбаный. И Илья Фанвизин. Че? Все вам троим. Пламенный привет, ребятушки. Сейчас брекфаст или нет? Нет. В общем, меню, бля, из бумаги. Туалетный. Мне нравится, я сейчас не обстраду. В общем, понял, что мы сидим в центре, но здесь так не смотрят, как в Теннессе, да? Ну да. Всем похуй? Это радует, это радует. Вроде бы. Более цивилизованное. Или еще не заметили. Сейчас будем выбирать, естественно, жертву. Здесь огромный выбор и цены радуют. Там доллар, три доллара, четыре копейки. В прошлый раз я взял бискрингрэви. Это я не беру. Мне не понравилось, отвратительно было. А все остальное было полнофулительное. Ребята, мы с вами в настоящей Америке. Это не привозной копей или манат? Посмотри вовнутрь. Лимонат? Домашнего, блядь, приготовления в ледяной таре. Выглядит как кое-что. Блядь. Какой магазин с собой не купишь. У нас два разных меню. Мы не хотим сказать, что есть затруднение, что брать. Я в брекфаст по-любому. Да. Бля, я хочу пить и пить это. Пей, пей. В общем, после долгих рассуждений я решил взять The Cracket Bar or Country Boy Breakfast. Типа, брекфаст для пацана. Есть для дедушки, для стариков. Типа, Sunrise это рассвет. И вот, Boy, Boy Breakfast. 10 долларов стоит. Хорошо, мы это не снимали. В Америке называется 11 лет живу. Я не мог объяснить, что я хочу жиденький омлет. Не омлет, а не вишни. Да. Омлет это с молотом. Ты, кстати, тоже не могла. Это официантка, бабушка, я не знаю, как она меня вытерпела. Вообще все так легко. Как? Белок готовый, желток... Скажи по-английски. White cook, yellow running. Я даже не подумал, что надо сказать yellow running. Все примитивно, на самом деле. Я начал показывать, что вот это жиденькое. Я жиденько не знаю, как по-английски. Оказывается, running. Дебил, блядь. Я не знаю, у меня деградация с тобой идет. Я отправлю на курсы иностранных языков. Мне даже комментарий, наверное, лысый пидор оставит. С Нью-Йорка. Азовский. Скажет, блядь, еще столько даже я знаю. Дебилка. Катя, еда. Еда. А я же это не заказывал. А, вот так вот. Блядь. Вот, вот этот смысл. В общем, я... Одна моя, другая твоя. Это, наверное, все твое. Без кирингрэви я вообще не хотел. Посмотри, какой у меня стейк кровяной. Яички и картошка вот такая. Охуенно. Давай попробуем. Давай. Ой. А где этот... Ну, вообще-то это в меню у тебя тоже уходит. Я не видел, прикинь. Да. Я же говорю, они все одинаковые. Мне не понравилось. В прошлый раз без кирингрэви я не... Ну, тю-тю. Стейк. Медия. Куш, куш. Вкусно? Только в Америке с утра мясо и так. Да. Вот эта картошка. Помнишь ее божественное? Спасибо, мэр. Ты приедешь. Спасибо. Что это такое? О, боже. Помнишь его? Конечно, я его помню. Она ходит с апельсином. Хорошо увидел. Ага. Американцы иногда удивляют, блядь. Ну, что, будем сейчас двигаться дальше. Я напоследок не сдержался. Взялся еще порцию картошки. Я, блядь, не знаю, как ее описать. Здесь сыр. Оно перемол. Перемол это типа это пюре, но это не пюре. Оно с яйцами. Бля. Очень прикольно. Это такой вкус. Я вот такой бы хуйня писался бы, наверное, каждый день. Благаю, вообще такого нету. Как они это делают? Не знаю. Я думаю, они ее натерли, картошку, и с яйцом сделали. Ну, что-то вообще не то. Для обзорчика взял содовую в 10 разных бутылок, которые никогда в жизни не пил, но это будет уже вечером. Будем обозревать сегодня, мы не пьем алкоголь. Пьем газировку. Так, мы в Амаху вообще доедем сегодня, нет? Амаха. Что-то мы вообще долго. Да пиздец. Надо сейчас... А ты еще хотела выезжать за день туда. Где мы, Катя? Омаха. Да что ж ты орешь-то так? Ребята, 13 минут до подписчика. Что ты хотела сказать? Наш Коламбус и то больше, чем это фильм. А ты зачем сейчас такое говоришь, блядь? А если он обидится с Ашой? Так он же это только потом посмотрит. У меня уже не будет рядом. Сейчас он даже не узнает. Да. Мы, смотрите, въезжаем на карте в город, он через реку. Вот она, Амаха, Небраска. Такие тучи. Единственное, что здесь, наверное, есть, это, блядь, вот этот город. Дождь. Амаха. Так, мне впрямо, да? А вы, блядь. Сука, блядь. Ой-ой-ой, ты же нас погубишь. Вот так вот отвлекаться на твою хуйню. Не, ну смотри, какие мосты, такого в Коламбусе нет. Ну да, прикольно. Один мост. Посмотри, какая красота. Ебану насрал. Какой-то центр, смотри. Сатурн? Центр и линк, это наш интернет, ёпты. Да? Да. Чё ты врёшь? Нет, эти, эти. Новые дома строят. Да, ну а чё, Амахара растёт. Нет, такая прикольная она. Мы, ребят, просто ехали всё это время по деревне. И мы сейчас вот так вот удивляемся большому городу. Сейчас он нас покатает и покажет, как он здесь работает, Александр. Угу. Мы проезжали, он очень необычный, жалко, мы чё-то не задумали снять. Здесь вот жилой сектор. Я не знаю почему меня GPS сюда ведёт. Домики такие. Ага. Катя говорит, что это какой-то юг Германии. Не, ну здесь уже Америка. Когда въезжали, была какая-то реальная Германия. У подписчика занятой день. Он как бы работает. Мы приехали, блядь, мешаем. И сейчас он сказал, приедет. Мы моментально должны запрыгнуть в машину и поехать с ним работать. Катя, ты готова? Да. Он такой нервный, да? Да. Вы там, блядь, быстро нахуй машину садитесь на улицу, ждите, блядь. Пизял сейчас веселье будет, он ещё отпиздит нас. Пойдём на... Это он звонит? Фу, я уже обосрался. Пойдём на дорогу, что он пизды даст. Стоим, ждём нашего Александра. Катя говорит, слушай, ну давай в следующий раз хирург какой-нибудь подписчик будет, забежим, блядь, в операционную. У тебя не будет хирурга подписчик. Да, это, конечно, вряд ли. А зачем ты опускаешь моих зрителей опять? Может, вдруг у меня пилот будет? Стоим, ждём в данный момент. Что-то, блядь, прохладно тут, прохладно. Чего, куртку нельзя? А мы, надеюсь, мы возле того Starbucks? Я не знаю. Побежали, ребята! Время нельзя, блядь, стой! Катя, давай в темпе. Катя, что издеваешься? Человек работает. У человека заказы давай! Толстожопая, блядь! Привет. Здравствуйте. Самое необычное знакомство в моей жизни. Здравствуйте, ребята. Итак, Александр. Ты пристёгивайся сейчас. Катя, подай. Я не достаю, Катерина. Слушай, ты такая молода, выглядишь на камеру. Да, я думал, ты намного старее, охеренец. Да, на самом деле, когда приехал сюда, я похудел очень сильно. Я раньше носил джинсы 42 размер, сейчас 38. Если раньше футболку проекции, сейчас XL. Понятно. В общем, сразу ты должен ответить всем зрителям моим. Будут спрашивать, какого хуя небраска? Почему не Нью-Йорк, блин? Почему не Калифорния? Они понимают, что они лезут во все дела, которые не нужны. Давай. Почему не Нью-Йорк? Я был в Нью-Йорке, мне не понравилось. Во-первых, трафик. Ой, сколько дизлайков мне поставили, боже мой. Тебе тоже? Мне не нравится, почему. Во-первых, если у человека есть семья и дети, то Нью-Йорк все-таки не очень хороший, как бы вариант. Потому что трафик, во-первых, потом школы и безопасность. То есть небраска, пожалуйста. Ну, то же понравилось. Ну, в принципе, Омка неплохой город. Поэтому, как бы, есть возможность посмотреть другие игры. А вдруг я буду посягаться на твою еду, которую ты доставляешь? Ты много еды, надеюсь? Я сейчас еду только забираю. Ой, это хорошо. Катя, давай кушать в каждом ресторане, что он будет заезжать. У меня нет мобильного туалета. Мобильного туалета. А зачем? Да ты же не сможешь. Слушай, я не знаю, честно говоря, я из китайского бафета, да, забирал. Ничего себе, сколько здесь техники. GoPro стоит. Здесь у нас какая-то байбота неземная. А, ладно, я это сейчас объясню. Но это GoPro, это я чисто вас снимаю. То есть это навигатор на самом деле. То есть он может выполнять функцию навигатора и может выполнять функцию видеорегистратора. Ничего себе. А телефону, телефону как бы я могу смотреть, в принципе, когда получаю заказ, то я могу просто дирекшн нажать, и у меня автоматически пойдет как бы направление. То есть машина пойдет. Мне так удобнее, потому что я делаю видео, как бы, запись. Понятно. А ты не хочешь свой стартап захуярить? Там, например, доставка еды, а ты будешь делать доставку шлюх на дом. Ты так вам не думал? Прикинь, как удобно. Не, честно говоря, не ты. Не? Ну надо нам с тобой чем-то захуярить. Ну потом надо. Да, за кадром? Да, за кадром. Все, ребята, новый стартап будет в Америке, доставка шлюх. У нас два университета в Махееве, Уно и Крейтон. Ага. Катя говорит, что какая-то здесь Германия. Катя, как ты сказала? Когда мы в город езжали, мне показалось, что это не Германия. Ну, может. По стилю, по местности гористов. Полный, вполне важно. Сколько ты лет тут? Так, я здесь с 2014 года, с декабря. Ну, ого. Первый раз я был в Америке, это в 99-м году, 25-го октября я прилетел сюда, в Сан-Франциско. Вот. Потом улетел в 2002 году в мае. А заказов вообще много по работе? Здесь, да, очень много. Бесконечно? Иногда времени вообще нету, даже остановиться. Круто. В принципе, да. Если так, есть... Сколько зарплаты в день, в среднем? Зрителям всегда интересны цифры. В день примерно, ну, можно и 160-170 с работой. Ни хуя, я искать, ты слышишь? То есть, за неделю я могу тысячу поднять. Ты еще за неделю. Ну, все, блядь, жди дизлайков, короче. Такое мои зрители не переосилят. Ну, я смотрел Леху Чижа, он вообще за два дня, ты еще поднял. Да. Ну, это Нью-Йорк, это уже другое. Ну, да, это Нью-Йорк. Ну, конечно, иногда немножко понимаешь, что все-таки... К примеру, здесь в Омахе около 700 тысяч вместе с метро, то есть, с районами, 700 тысяч населения. Вот. Нью-Йорк, конечно, это более такой город. Тебе, кстати, нравится в Нью-Йорке? У меня там прикольно тусить, но не жить. Я помню, я смотрел видео, когда ты первый раз с Саньком Хостовичем встречался. Такой... Нет, было круто, а эмоции первые были вообще забабаханные. Сейчас уже не так, я зажрался. Ну, трафик там, конечно, пипец просто. Да, ездит там проблематично. Это я думаю, что покруче, чем в Москве. Здесь не загружены такой? Или это не час пик? Нет, это даже в час пик такая. Нет, это даже в час пик такая. Кстати, Марк, это машина у нас. Сайон. Сайон TC. Такое в России есть? Есть Сайон XB. Такая коробочка ездящая. А Сайон TC там нету, это чисто американский рынок. В принципе, это Toyota. То есть даже если посможешь на окнах, Toyota написано. О, ничего себе, это просто как люкс, да? У Honda там Acura. Ну, да, 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 что-то. А я это не знал. Это как бы больше молодежная машина. Здесь, в принципе, все Toyota движет. Мне казалось, что у тебя будет четырехдверная машина. Я удивлен, что двухдверная. Двухдверная. Я люблю двухдверки. Я тоже, у меня же Honda. Ну, да. Я вообще не признаю четырехдверки. Единственное, что, конечно, семья, когда дети есть. Ты, наверное, это херово. Да, или когда Дима хочет в аэропорт поехать, не может чемодан даже. Но я чемодан не могу, потому что у меня сабвуфер стоит, который отключен уже год. Сабвуфер огромный. У меня умный же. К примеру, я подхожу, говорю этим на кассе. Все уже заплачено, все, да? Да, то есть онлайн. Иногда нужно это заплатить, а потом приезжаешь, когда тебе выплачивают. В принципе, так же, как... Ты со мной, что ли? Ну, я на улицу. С тобой они пойдут. Да, да, да. Не будешь заправить машину. А? Заправить машину. Заправка есть? Катя, как тебя выпустят? Смотри, Катя, заправка в ресторане. Что за хуйня? Это же фейк, блядь. Еду не сожри, мудак. Я, смотри, я когда этот... Далеко я крутой, типа. Могу говорить, что мочу. Ну, как тебе, Сашка? Прикольно. Взрослый? Да. Рассудительно. Посмотри, машина какая. А номера можешь снимать? Конечно. Ты посмотри, какие номера. Сцион. Ебаный насрал. Что за смех какой? Да, 170 в день, прикинь. И ты можешь работать 7 дней в неделю, если ты хочешь. Будешь так же делать? Причем тут это, блядь, у него 5000 в месяц зарплата. Будешь так же делать? Вот прям завтра сюда приезжаю и делаю. Пахнет вкусно. А я не знаю, как мы сейчас будем ехать с едой. Блядь. Какой-то шашлык русский. А что за ресторан? Квыкар. Квакар? Не, это, конечно, не для меня работенка. Возить еду. Ты бы, наверное, не довез 3 из 5 заказов. Меня бы уволили в первый день. Надо сейчас, наверное, сесть будет сразу. Можем надо ехать. На, держи, держи. Давай, быстрей, быстрей, быстрей. Ты всегда паркуешься? Посмотрите, как он стал. Линии вот так вот идут. Ух ты, бля. Все нормально, хавка. Таких видосов у меня еще не было. Вот этот запах. Вкусно пахнет? Катя говорит, пахнет каким-то шашлычком. Ну да, кстати, у меня, когда жена ездит, она тоже все время нюхает. Забрал, нажимаю, что я забрал. Подтверждай номер. My way. Direction. И все, я ему не пошла. А Uber Eats хуже или лучше? Uber? Да. У меня машина не похожа для Uber. Не, Uber Eats. Они тоже доставку еду делают. Слушай, я знаю, что у нас Uber Eats нету. У нас вот Skip the Dish. Я вообще такого не слышал. Skip the Dish. Они, понимаешь, технологи в принципе везде одинаковые. Ну да. К примеру, я знаю в Калифорнии, там этот Durdash. Да. У нас здесь есть Fast Guys, есть Skip the Dish, есть Grab Hub. Они появились после Uber или до Uber? Мне кажется, они появились после Uber. Все начали копировать, да, это хуйня? Ну да, наверное, да. Ну в принципе удобно на самом деле. Людям не приходится тратить время самим покупателям. Да, то есть получается... Это же такая, такие ленивые, я не знаю. Ну, знаешь, когда к примеру ты едешь после работы, Диман. Не хочется никуда. Да, да, то есть и не хочется тратить время, там можно... Телевизор полчаса или час, да, там, привести себя в порядок. На самом деле, да, теперь я понимаю. Вот. А потом еще многие люди, может быть, это как бы моя догадка, может быть многие люди борются с весом, и у них, может быть, холодильник пустой, они заказывают еду. А, чтобы ничего не было, это нам надо, так сказать. Да, мы заказали 10 раз на дню, вошел. И, ну, не знаю, так вот. Ну, а потом тоже, понимаешь, ресторанам какой плюс, да, им не надо держать водителей постоянно, потому как бы и платить им каждый час. То есть здесь, получается, заказ вышел, они вызывают водителя, водитель приезжает, забирает и уезжает. Всем выгодно. И всем выгодно. Покупателю, ресторану и, в принципе, водителю. Да, охуянчик. Вот чем Россия отличается, точнее Америка отличается, да, от России тем, что здесь вот все как бы для людей. Но там же сейчас тоже есть вот это вот delivery club. По-моему, они начали делать доставку еду. Я вот помню, что я когда работал как бы в биццерии, да, это просто было в Москве, я сейчас думаю, как я еще там работал, непонятно. Когда нужно там, я не знаю, откуда-то с юго-востока везти пиццу, там, на северо-запад, на северо-восток, на северо-запад куда-то вообще. То есть, или как ребята-курьеры бегают там по метро с этими сумками из-под пиццы. Это вообще просто. Вот у нас этот Out of World. А что это за звуки в машине? Вот это? Да. Это Line Assistance. А, типа ты съезжаешь? Да, да, да. Я думаю, кто-то звонит. Так, мы почти приехали, осталось нам ехать 3 минуты. Вот у нас GPS. Здесь уже жилой квартал. Сейчас что-то будет кушать. Большие пакеты были? Сравка. Так, сарик в размер, блин. Это сейчас обожрется. Так, я все время нахожусь в машине. Вон, нужны. Турки сорить пошли, Катя. У них мигрень сейчас. Что за фигня? Ебаный пиздец. Что только они увидят шумаки? Он типа крутой первый, который? Ага, жажак. А я не знаю, вот это вот впереди, это хуй висит или что? Это галстук. А, галстук. Да. Слушай, вроде бы не этот, не ноябрь месяц еще. Боже мой. Ора, ора, ора! А-а-а! Рех напугал. Ну, вот так вот я дебил, извините, ребята. Так, все. Ну, Орландо, в принципе, неплохой городок. Вот она, шкафка. В последний раз я ей говорю, пока-пока. Может, все-таки мне отдаешь. Ну, что же ты за человек? Нет, кстати, сам буфер здесь нахожусь. Ага. Бля, макарончики как вкусно пахнут. И все, удачи. Такой погоды как. Типа не дали. Может, шакалы. Не дали или дали? Все посмотрим. А, я думал, наличка типа. Ну, смотри, день баксов за заказ. Нихуяйте. Я тебе что, один конфеты пиздил? Да, бери. Я думал, наличка дают типы. Ну, бывает, что наличка дают, бывает, и это. По-разному бывает. Нормально. Смотрите, кого включили нам. Скучные бандиты, блядь, московские. Скучные бандиты, там, агаев, решил вомуху свалить. Где-то здесь недалеко, я час ему где-то остался. Серега, привет. Вот тебя вомухи смотрят. Да, тебе 20 часов до него ехать. Серега любишь? Кстати, нормально, мне нравится, когда снимают. Грамотный мужик? Погнали с нами. Ну, я не знаю как, но видео у него неплохие получаются. Да, еще можно пойти в пять лет. Охуенный? Что, я бы боюсь, блядь, он... Он, блядь, мужик, про него ничего не издет другого говорится. Словно, что пятница. Пизды даст. Ну, что, отдали мы заказ? Сейчас мы, получается, ждем новый, да? Или уже есть сейчас новый? Как-то работает. Катка, это ты? А, это ты Женя. Блядь, я думал, ты как? Водона ты? Дебил, блядь. Дебил, блядь. Я вообще, свои видео не могу смотреть, это... Мне, блевать, а хочется. я честно говоря иногда то ну как не то что видос смотрится на многие любят любят ангелин седлотка цау тут семья как заказа нет нет пока не споко да блять просто кайфу ветер ледяной до дождь в общем не доехали мы до этого миллиардера пришел заказ он сейчас пошел за хавкой довезем еду и дарит попросим двигать дальше у нас планы поменялись у нас поменялись пока что вы не знаете мы расскажем уже по пути мир саша сказал что здесь рядом лица в скале rush more то что мы держим путь не в yellowstone а выезжаем чуть-чуть вверх rush more я должен то увидеть и получается на карте мы откроем южную дакоту так вот что мы же поем туда для чего-то нам еду не показал колокола это в честь тебя а чё какая хавка фу не интересно бля прошу был лучше заказ сейчас у нас будет произведена вторая доставка и двинем и дальше в путь потусили мы с александром нет мы пешком дойдем нет я плане того что мне нужно оказаться в том районе теперь но мы здесь короче хоть на 10 часов а может она убери доедем чего саш мучить да вам проблем хоть это вообще понимаешь насколько люди об не обленились это что дальше будет не а вообще никто ничего не выходит ёбаная америка здравая бля ёбаный пиздец мы жалуемся насколько люди обленились никто не уходит из дома все сидя на